всем привет с вами витяка вячеслав сегодня случился уникальный случай был забанен очередной читер который пользовался самой помощью шахматных движков почему уникальный ну потому что впервые когда я отправляю официальную жалобу и удовлетворяют и человека банят еще один феноменальный фактор это то что он американец да вот честно говоря я с трудом в такое верил но вот вот вам демократия в прямом виде да давайте вам покажу партии смотрите вы можете увидеть ведь этот соперник уже закрыт нечестная игра но уникальный момент просто многие когда я записывал видео показывал партии читеров говорили мол да нету не читер тебе показалось там ну и все в этом духе бла-бла-бла вот человек пользовался программой и я даже у него умудрился выиграть две партии я вам объясню почему это произошло понятно что человек не во всех партиях пользовался помощью программ это раз кстати говоря мог я выиграть и три партии то есть счет мог быть вообще примерно равный там 33 образно говоря тогда раз-два-три-четыре-пять-шесть-семь да мы семь партий но 43 да то есть как бы с минимальным счетом я должен был проиграть и давайте посмотрим партию последнюю партию после которой мне стало все понятно именно после нее я написал отправил жалобу на этого человека давайте и посмотрим я играл белыми фигурами и так и 4d5 да вот скандинавская защита а6 конь c6 слоны в 5 же 4 конь же 4 понятно что же наверное такой паузе ок словно h3 здесь я тоже как бы видел ход кони в 2 ну там пытался уже как-то замутить воду сейчас h5 ферзи 4 король g3 да вроде как какие-то угрозы у белых еще есть кони 5 ладья hd1 именно на этот ход я надеялся здесь простое слон же 4 по сути сразу опровергает ну дальше уже просто детали но самое интересное что все вот эти ходы c6 b5 это все по сути первая линия да ну так у человек на закрывать я просто сдался на многие сказали бы да да вот мол ты сам там зевнул понятно что же 4 это наверное был зевок я даже не анализировал эти партии что мне и так все понятно да вот но понятно что игра моя здесь тоже оставляет желать лучшего но потому как человек быстро и главное четко принимает решение решение далеко не очевидные становится понятно что человек использует помощь движка так давайте еще покажу вам партию а вот тоже забавная партия где тоже допустил скажем так простой зевок но смотрите как человек играет тоже весьма любопытно кони в 3d5 и ходит е4 да но вот просто задумайтесь когда человек использует помощь движка такие ходы как е4 он будет делать смело если он играет сам ну согласитесь он 220 раз подумает да но здесь вот смотрите до поры до времени я играл неплохо ферси е2 конь bd7 d4 е6 конь е4 слон b4 здесь я думаю ученых уже небольшой перевес ну или как минимум не хуже конь f6 и здесь я просто зеваю до меня клад понесло я просто забыл сыграл конь f6 и получил шаг на b5 да ну по очевидный зевок конечно не соответствующий уровню можно было пойти и gf и ферси f6 здесь выбирая не хочу ну и понятно что после ферси b5 здесь просто я сдался до партию не продолжал ладно хорошо двигаемся дальше покажу еще партию которую в которой просто очевидно что человек использовал помощь программу на мой взгляд я играл чё белыми фигурами да и давайте быстро промотаем да вот такой вот вариант да вот возникает позиция здесь начинается довольно таки четкая игра по полям по пунктам меня просто уничтожает ферси a6 ладья c8 конь b6 конь идет на d5 да то есть такой образец позиционной игры да владея е1 конь е2 конь е4 конь d3 да такие маршруты конечно ну ну здорово играет конечно черные но так так здесь уже лишняя пешка но и абсолютно выигранная позиция здесь еще попытался создать какую-то контур игру там даже в ехал по 7 ну понятно что здесь ничего нет но это был предсмертный шаг здесь я тоже сдался да тоже вот такая партия это кстати пожалуй самая четкая партия в его исполнении никаких вопросов да и покажу пару партий которые собственно я выиграл тоже многие скажут удивительный момент да так давайте да ну вот партию я выиграл тоже какое-то странное впечатление она оставила я играл черными фигурами и вот у нас получилось каменная стена в голландской защите вот здесь я выиграл пешку потом он ее отыграл да вот я получил чуть получше судя по всему и в дальнейшем получился вот такой вот эншпиль перешли в пешечный да кстати говоря да я не анализировал не знаю но то что король в 4 отходить нельзя было это сто процентов я не знаю после король же 4 как отцы после короля 4 как оценивать эту позицию ничья ничья ну по ощущениям что это все-таки ничья как мне кажется но в общем ладно человек просто вот ушел да и как бы здесь уже конечно никаких вопросов нет я спокойно довел эту партию до победы это была моя одна победа и теперь покажу еще одну победу собственно так сейчас секунду так а да вот она нет стоп так 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 алиса вот она да вот она эта победа я играл белыми фигурами и кстати говоря в лондонской системе в моем любимом варианте с и в 4 связанным да я вот подержал ну на мой взгляд очень классную победу я играл здесь хорошо у меня не было зевков опять же я здесь выиграл пешку и в дальнейшем довольно таки технично как мне кажется реализовал кони в 4 g5 d5 ладья d6 коня h5 f5 и 4 эта позиция уже наверно просто безнадежная фе взял ладья f1 в принципе это я все считал здесь еще на и 8 захожу грозит мат на f8 да ну не мат ну как бы здесь уже понятно что позиция абсолютно выигранная и в принципе я довел ее до победы да здесь но никаких проблем нету да то есть вот как бы такой мат я ему поставил на секундах на самом деле классная партию можно отдельно выложить на обзор ну как мне кажется я играл очень даже неплохо да то есть вот такой вот читерок да еще раз повторюсь на мой взгляд случай уникальный по одной простой причине это впервые когда после моей жалобы а я поверьте отправлял ни одну и даже не две жалобы после моей жалобы человека буквально в течение пару часов ну видимо проверили и тут же забанили да и забанили свои забанили своего же да ческом это по сути американский сайт да вот вот такая вот история так что поверьте если человек если вы выигрываете у читера вот это не значит что ну смысле если вы вы подозреваете человека в читерстве но при этом выигрываете какие-то у него партии это не значит что он не не читерит сейчас читер из читеры стали очень грамотные они естественно дают и вам выиграть иначе будет слишком палевно да и к тому же еще надо уметь читерить да то есть вот так как делал мой соперник это видимо чересчур палевно и его программа за программа или кто-то еще за этим следит просто забанила адрес вам понравилось данное видео поменьше вам читеров желаю вам поменьше встречать читеров своих партиях всем спасибо за внимание и до новых встреч